Спойте, пожалуйста, про гновов. Хорошо. Все так же, к тому же спектаклю, о котором я рассказывал, Родни, дочь развалника, была написана песенка. Там, поскольку, в ее сказочной, там есть такие нехорошие существа, в том числе и гновы. В отличие от тонкиновских гновов, они не мудрые, все наоборот, они маленькие, сенькие, агрессивные. Днем где-то они, непонятно, прячутся в гонг-норах, вылезают по ночам, нападают только на одиноких путников и в самых глубоких участках леса. Дальше происходит следующее. Если ты их не боишься, они остаются маленькими, сенькими и безвредными. Если их боишься, они как собака чувствуют адреналин, то они вырастают, пропростали твоего страха. И тогда они опасны, они агрессивны. Могут зацарапать, закусать, кровь выпить и все такое. И думаешь, ну ничего, не надо бояться, все обойдется. А с другой стороны, как не бояться? Ты один, их много, а лес темные. Проблемы. Песня, марш, серый дом. Песня, марш, серый дом. Песня, марш, серый дом. Если ты не пахнешь серой, Значит, ты и наши веры. Если ты не серой, Значит, ты и наш лук. Ты начнешь бояться, Аня врастает прямо в водах, И кидается с последним куплетом Смертельный оттого. Мы, младцы, энтузиасты, Человек наш враг и маста, Словно волки мы зумасты, Геноид, ты как коса. За отечество родея Изведем его злодея. Наша флотная идея, Бей людей спасения сад. Гнобы, 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 Не дадим житья чужому, Поведем его по дому и возьмем на ободач. Если ты не пахнешь серой, Значит, ты не нож и веры, И без следов, ты и все. Это, значит, ты не дашь. Гнобы, 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 Не дадим житья чужому, Поведем его по дому и возьмем на ободач. Если ты не пахнешь серой, Значит, ты не нож и веры, Если ты взял это, значит, ты не нашел.